Клиника без очередей оказалась вдруг ненужной. Третья городская больница открылась в начале прошлого года и за короткий промежуток времени снискало уважение многих жителей республики. Медучреждение, способное оказать высококвалифицированную помощь, увы, на грани закрытия. ФОМС не внес в этом году его в список финансирования. Причину подобного отношения к стационару попытался выяснить Абдулла Алиев. Ему слово. Сейчас этот коридор пуст, но еще недавно здесь было многолюдно. Третья клиническая больница теперь на грани закрытия. В этом году она не включена в список финансирования Фонда обязательного медицинского страхования. Как говорится, теперь не на что жить, а точнее, не на что лечить. Со дня своего основания третья больница была призвана безвозмездно служить населению республики. В этом году из-за сложившейся ситуации такая возможность может сойти на нет. Короткая клиническая больница номер 3 – учреждение, включенное в реестр медицинских организаций, осуществляющих свою деятельность в рамках обязательного медицинского страхования. В 2018 году нам был определен объем финансирования в размере 39 миллионов. Изначально было нами заявлено 205 миллионов рублей. Решением комиссии по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования в республике Дагестан принято решение. В 2019 году профинансировать несколько лечебных учреждений. Однако наша больница в список этих учреждений не входит. Туда входит несколько частных учреждений. И самым крупным учреждением, которому определены объемы финансирования в размере 2 миллиарда 700 миллионов рублей, является ООО ЕКДЛ, Буйнахская лаборатория. Причины, по которым третья больница не будет получать финансирование Минздраве и ФОМСе, нам так и не объяснили. Одно ведомство ссылается на другое, не желая взять на себя ответственность за решение. Решение весьма странное, так как клиника оснащена всем необходимым современным оборудованием и имела штат квалифицированных сотрудников. За прошлый год здесь было проведено около 500 операций, некоторые из которых были высокотехнологичными. За прошедший 2018 год наше учреждение неоднократно посещали различные гости и представители исполнительной власти, которые высоко оценили материально-техническую базу и оснащенность нашего лечебного учреждения. Магомед Шафиев – чернобыльц, перенесший два инсульта. За свою жизнь ему довелось лечиться в разных клиниках, но в третьей ему оказали всю необходимую помощь. Здесь, по его словам, врачи уделяют особое внимание чуткому отношению к пациентам и стараются добросовестно выполнять свою работу. Очень прекрасная больница. Больница, которой аналогов, наверное, не только в Дагестане, но и в России нет. Полностью бесплатная больница. Обслуживающий персонал очень вежливый. Врачи очень способные, грамотные, опытные, знающие свою работу. Сказать, что больные обеспокоены, значит ничего не сказать. Новость о возможном закрытии больницы стревожила многих. Не стоит забывать и про расположение клиники. Она единственная в этом районе столицы, куда могут обращаться помимо горожан жители Семендера, Ленинкента, Шамхал и Красноармейска. Также за помощью сюда обращаются из разных городов и районов Дагестана. Лишь бы это были слухами. Только слухами. Такие больницы нельзя закрывать. Такие больницы нужны везде, тем более в Дагестане. Когда народ живет бедно, чем в других местах. Поэтому, значит, это совсем неприемлемо. Я хочу похвалить эту больницу. В этой больнице оказывается большая помощь для таких, как мы. Почему ФОМС не финансирует эту больницу? Я об этой больнице узнала в прошлом году и очень обрадовалась. Здесь все делается для людей. Здесь никто ни от кого не зависит. Я благодарю этих врачей, которые нас поддерживают. Хорошая больница. Внимание есть, лечит, что есть. Ну, в таких больницах надо же выделять деньги или что-то делать. Если была бы коммерческая или какая-нибудь больница, это самое. Давно дали бы деньги сюда. А когда людям бесплатно делают, доброе дело. Вот им это, правительству, это не угодно. Несмотря ни на что, врачи третьей городской больницы не падают духом и не намерены сдаваться. Пока здесь все еще принимают пациентов и стараются оказывать медицинскую помощь населению. Хотя уже, к сожалению, не в тех объемах, как было раньше. Сокращен персонал. От былых возможностей вскоре могут остаться только воспоминания. Изначально городская клиническая больница номер 3 – это социальный проект, это некоммерческий проект. Соответственно, полностью переходить на платные услуги такого намерения у нас не было. Поэтому мы просим комиссию по разработке территориальной программы, а также руководство Министерства здравоохранения определить нам объемы стационарной и амбулаторной медицинской помощи, для того, чтобы мы могли в дальнейшем существовать.